привет из аэропорта стамбула очень спонтанная получилась поездка я на самом деле давно хотела куда-то съездить примерно с начала января но никак не складывалась и вот буквально на днях позавчера мне моя подруга из питера написала не хочу ли я куда-нибудь съездить и я конечно же согласилась люди мы выбирали из грузии дубая и турции собственно поехали в турцию потому что здесь нашли одну прикольную тусовку на которую планируем попасть классные диджеи будут выступать но это на самом деле не главный фактор просто я в дуба не очень хочу на самом деле этот бетонный вот этот город смотреть в стамбуле я давно мечтала побывать это моя первая поездка стамбул и не было абсолютно никаких планов на эту поездку потому что даже не было времени что-то планировать мы очень быстро собирались очень все спонтанно произошло я на самом деле люблю когда так лучше пусть с приключениями чем когда все супер распланирована размере на этого у меня в жизни так хватает итак наша первая еда мы очень долго выбирали выбрали какой-то люля кебаб с лавашом с овощами надеюсь что это будет вкусно а вот и первый десерт подъехал вера что за дела доброе утро мы сегодня проснулись 8 часов на самом деле я не выспалась после вчерашнего перелета и плюс мы очень много гуляли плюс я встала в 4 утра мне конечно хотелось бы поспать но я не могу мы сегодня построили примерный план что мы хотим делать так что сейчас собираемся ждем завтрак нам должны принести его в номер покажу что это будет за завтрак я сама не знаю что нас ждет номер кстати достаточно простой на фото он мне показался чуть лучше чем в живую но в целом пойдет для того чтобы просто переночевать это норм я что я не наемся и так говорит я не наемся и еще надо я просто колбасу это не буду мне надо будет поездить а мне чего ты думаешь я буду вот эти сардельки ладно чего чего еще можно было ждать от турецкого завтрака ну вообще как бы считается хорошо ну наверное да в принципе выглядит неплохо просто половину из этого я если бы масло положили еще до масла сливочного не хватает и меда в турецком завтраке же должен быть мед но пироженка есть я съем мы позавтракали вышли на улицу я пока еще есть не хочу но я бы возможно не отказала что-то поесть мы решили купить и стамбулскую стамбульска карт для того чтобы ездить на метро и на пароль а у нас получилось тут столько котов везде 2 по 3 сидит там вера думает что я ее фоткаю но я снимаю мы нашли самый классный ракурс пока все фоткаются на фоне толпы мы фоткаемся вот мы решили попробовать жареные каштаны сказали это обязательно кто сказали блогеру сказали каким увидим можно нам каштаны пожалуйста вон наш пакетик стоит их чистить надо еще до данных кашкурки выглядит как орех как орех похож на грецкий только какой-то очень влажный для меня больше на кукурузу похоже так нас то пробует на жареный каштан заценят как на вкус опасенят от мороженая картошка мороженая картошка перемороженная вареная картошка мы пришли в очень красивое место то ресторан seven hills вот с таким вот видом это фишка этого ресторана мы взяли попробовать взяли попробовать кофе я его уже успешно разлила тут еще парахат луком есть вера себе взяла такой десерт что это это мороженое на козье молоке ну давай покажи нам что там внутри ты наверх смотри все мы попили кофе и зашли в кофейню пить снова кофе мы пришли в парк гюльхане может быть название неправильно нет правильная гюльхане булочку мы заедать не стали выкинули и она оказалась вообще невкусно потому что со скидкой да так что наверное мы бы не рекомендовали покупать что-то в таких маленьких фургончиках это невкусно мы заказали салаты у меня вот у веры чуть чуть поменьше это комплименты а еще мы заказали вот такой пиде с курицей будем пробовать надеюсь что это вкусно да вера доброе утро нам принесли завтрак время 9 часов мы сегодня не можем встать мы исправили наш завтрак попросили убрать колбасу оливки оливки еще нам заменили воду на сок на воду мед на десерт десерт на мед шоу с речевыми оборотами я про десерт ничего не принесли нам десерт короче сегодня лучше почти метод тарелки осталось только хлеб еще заменить на черный так мы еще нашу тарелку дополнили зеленью который мы вчера ночью купили у нас еще остался салат с ресторана и теплая вода еще была зарядка утром печенька это так это типа какой-то район золотой рок или что-то такое ну 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 нет улица везде и и ну доброе утро у нас сегодня третий день нашей поездки мы сегодня попозже проснулись позавтракали выехали из дома только в 12 часов доехали на трамваи до другого района мы живем в потихе это такой только старая часть города основными достопримечательностями у нас вера отвечает за роль экскурсовода и гида наши поездки я даже ни разу не открывала карту я где-то вообще в прострации сегодня мы гуляем в районе гулоу 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 в общем какое-то там ударение ну в общем так вот называется здесь находится основные достопримечательности это городская башня в которой мы сейчас как раз идем прошли по атмосферной улочке на которой обычно висят зонтики но зонтиков там не оказалось но очень много вкусной еды может быть и грязь и не очень хочется есть ой старбакс нет туда мы не пойдем нет 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 старбакс ну ничего каракей вот там да мы сможем вот мы в поисках кофе хотим попробовать какой-то фисташковый или сливочный кофе не помню как они называются фисташковый и сливочный да надеюсь что мы их найдем что тут есть в общем мы и не остались в этой кофейне потому что нам не смогли порекомендовать какой-то фирменный кофе а мы бы хотели все-таки попробовать что-то необычное потому что капучино я и дома купил кофе по источному у нас в Адлере тоже на каждом шагу хочется чего-нибудь такого интересного в общем мы нашли случайно самую знаменитую рыбу в лабаше как она называется ой короче да неважно в общем это скумбрия в лабаше с какими-то овощами с специями типа один из самых знаменитых стрейкфудов в Стамбуле короче сейчас мы будем его пробовать балык и смек это рыба в кулке а больше есть лабаше это балык что-то другое слово пусть будет балык и смек да только у нас лабаше а ты уже попробовал да уже вкусно так вкусно я еще не добралась до рыбы но уже очень вкусно в общем мы нашли так самый кофе дебеку называется по сливочным а его особенность в том что здесь очень мало вина и 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 Поэтому мы поехали сейчас на пароле до другого района. Тут везде кошки. И он там. Вот мы пришли в одну кофейню. Тут очень классно. Есть такая кофейная карта. Можно выбрать сорт кофе. Кения, например, Эфиопия, Колумбия. Степень прожарки, степень заварки. И здесь что еще есть интересного? Ну, тут варианты. Можно выбрать капучино, спрессо и так далее. А еще здесь есть домашние десерты. В общем, мы приземлились в такой уютной кофейне на улице с зонтиками. Здесь очень атмосферно. Нам сразу же подали стакан воды. Здесь не просто вода. Тут лимон, апельсин, яблоко и корица. Очень приятный такой вкус корицы. Я дома раньше так никогда не делала. Только воду с лимоном, там может быть с какой-то травой. Оказалось очень вкусно. Я просто всегда отмечаю, когда хожу в какие-то заведения, если подают воду, для меня это автоматически плюс один балл. Я считаю, что вообще везде должны подавать воду. Если честно, тут так хорошо. Я бы просто здесь осталась не весь день. Взяла бы книгу и сидела бы, читала, пила кофе. Наслаждалась этой атмосферой, музыкой, людьми. Тут очень спокойно, в отличие от каких-то центральных мест Стамбул. Вообще Стамбул это просто какой-то взрыв мозга. Нас столько много здесь всего, столько контраста. Он такой шумный, такой беспокойный, суетливый. Но стоит тебе уйти в какие-то вот такие вот улочки, найти какую-то кафешку, приземлиться, то, в принципе, очень приятно, можно словить свой особый лайф. Это же на работе, украшение, такого вообще никакого не будет. Ты страдаешь? Посмотри, какой там классный украшение. Почему мы с Верой сейчас забрели в район так называемой мода? Здесь очень много разных монтажных магазинчиков, секондов и просто стильных магазинов, где возят шмот из Америки, крутых брендов типа Томми Хальфагер, Биркеншток, Гэп и так далее. Короче, это не самое было крутое. Ну, не самое, да, ну, такие, короче, очень классные на самом деле вещи. Мы просто еле вылезли оттуда. Хочется быть долларом и миллионером, чтобы просто зайти и вот так вот, не глядя. Цены были более-менее нормальные. Нам просто нужно сесть, поесть, чтобы охладить свой мозг и решить, что мы район какой-то купили. Чтобы сдуру-то лишнего не набрать. Да, как это мы не хотим купить. Безумный стильный район, куча крутых, стильных людей. Прямо вот невозможно оторваться. Все люди такие классные. Так стильно выглядят. Такие крутые кофейни. Короче, с каждым днём, вот каждый день приезжаем и с каждым разом говорим, что вот этот район самый крутой. Это сто процентов лучший район. Солнце выглянуло, погода прекрасная. Это наш, мы фортовые. Да, мы поняли, что мы фортовые. Сегодня еще вечер на вечеринку пойдем. Если попадем, то, ооо, еще будет миштяк. Вер, ну что за дела? Заказали грин селад. Нам принесли грин селад в прямом смысле. И ничего больше. Ну что, мы нагулялись, пошопились. Да. Та-дам. Я не удовлетворена, потому что это все Настина. Ну ладно, тебе мы тоже пару кофточек купили. Завтра пойдем меня одевать. Пойдем, ладно. Мы сюда еще вернемся. Тут так классно вообще. Сейчас мы поужинали, поедем домой на метро, кстати. Будем возвращаться на метро сегодня первый раз, поедем. А потом вечером, прям ночью, нас ждет вечеринка. Надеюсь, без происшествий. Надеюсь, да. Меньше. Или мне кажется. Или мне кажется. Будет голова грязная, но не хочу ее быть. Все равно станет. Лайфхак. Если голова грязная, времени нет, просто делай пучок. Зали, забери. Можно еще, чтобы ничего не торопить. Не забывайте, наверное, потому что все красиво. Он уже, конечно, привык к моей кухне, которую я готовлю. У нас с Вера сегодня шопинг продолжается. Мы снова приехали в этот район. Мода называется. Нам здесь очень понравилось. Сейчас будем ходить по винтажным магазинчикам. Зашли в пару отделов с керамикой, с всякими благогониями. Взяли здесь благогония. Я с откусом горитцы, а у Веры с лавандой. Зашли, купили мыло. Всякие штучки по мелочи. В общем, сегодня типа шопингов. Они как-то спорю, и туда на балкон поднимаются. Да, я видела. Субтитры, и туда на балкон поднимаются. мы попробовали почти весь street food у нас списке осталась вот такая вот паста которая готовит в сырной голове я взяла себе с брокколи песто и пармезаном у веры не знаю что но вроде все кроме вяленых томатов на их не любит сейчас будем пробовать вера пошла за чаем еще а брали мы вот здесь если будет вкусно я обязательно отмечу доброе утро у нас сегодня последний день перед въездом мы решили сделать вот таким расслабленным спокойным и поехали гулять по островам как сказать ну возможно мы возьмем велосипед и будем передвигаться на них здесь на острове он называется баюкада вообще это принцевые острова их типа несколько но мы будем только на одном потому что у нас ограничено время будем здесь гулять весь день но это самый большой остров да среди всех да ну и самый такой богатый достопримечательность будем здесь гулять такая особенность что здесь нету бензинового транспорта то есть здесь нет автомобилей только вариант передвижения на велосипеде первое что ощущается когда мы вышли с парома то что здесь очень чистый воздух конечно это не сравнить с гулом а еще мы тут за неделю в стамбуле очень сильно провоняли какими-то столовкой пирожками не знаю что с этим делать я не пользуюсь духами но я уже начала братья куверы потому что запах невозможный зеленский хрулит такие трекинги даром не проходят чем мы серы пришли в какой-то очень красивый ресторан с видом на море такое ощущение к этому находимся на каком-то греческом острове тут у них свежевыловленная рыба нам сразу подали оливки в и большая порция салата с гранатом зелень и масло масло лимончик воду мы взяли попробовать дорадо здесь какая-то закуска с авокадо и сыром оливки и большая порция салата с гранатом зеленью авокадо должно быть все очень вкусно еще взяли по бокалу и на у меня красное сухое ангора а у веры белое здесь мы немножко расходимся во вкусах мы зашли с верой в магазин турецких сладостей сейчас будем выбирать что нам привезти нашим дорогим мужьям потому что они любят такое пахлава рахат луку я прилетела домой меня встретил мой любимый муж подарил мне цветочек только он его сломал так приятно вернуться здесь еще теплее чем турция между прочим очень солнечно все цветет класс но вот с утра пораньше приехали с дашей на завтрак в лаверну я кстати здесь первый раз даже сказали искусные завтраки я притащилась в самый центр адлера в дождь в самый высокий трафик такси отдала за него хреновый тучи денег надеюсь сейчас хотя бы будет вкусно нет я конечно же рада дашь увидеть нам принесли еду у меня белковый омлет с песто и авокадо а у даши драники из тыквы и картошки ну что я вернулась в поездки на самом деле прошло уже целых три дня я просто первые три дня разгребалась с какими-то мелкими рабочими задачами делами которые вот так вот резко бросила и уехала спонтанно в это путешествие и сегодня поделюсь своими эмоциями впечатлениями от наших приключений расскажу почему нам не удалось попасть на вечеринку и поделюсь что я купила в стамбуле первое что я приобрела в стамбуле это была книга мы совершенно случайно зашли в какой-то очень уютный атмосферный книжный магазин в районе кабикевой я купила себе новую книгу в коллекцию здесь собраны работы разных фотографов просто фотографии красивых мест разных уголков планеты которые очень конечно хотелось бы посетить без шопинга в стамбуле конечно же не обошлось я купила себе немножко вещей много не получилось потому что я ездила всего лишь с рюкзаком и у меня было ограничено пространство хотя скупить конечно хотелось все в одном магазине я купила футболку для мужа от бренда ванс она очень плотная очень хорошего качества вот так вот она выглядит дальше вот в этом магазине леди винтаж я купила себе джинсы светлые у меня был пунктик на джинсы поэтому я взяла именно там магазин очень классный мне там очень понравилось многие вещи и несмотря на то что это винтажка большинство вещей были там с этикетками то есть абсолютно новые и безумно крутого качества ну и конечно же мы не могли приехать без фирменных восточных сладостей мы их купили вот в таком вот магазинчик и я не буду говорить его названием потому что скорее всего произнесу неправильно я просто оставлю надписью здесь мы купили рахат лукум очень понравилось что он в таких вот фирменных упаковках там можно было собрать свой бокс коробочку это стоило бы дешевле но такое гораздо удобнее транспортировать вот так вот это выглядит мы уже здесь попробовали несколько штук мне больше всего понравился рахат лукум с киви и фисташкой хотя я не любитель восточных сладостей потому что для меня это очень сладко очень жирно если говорить еще о пахлаве но вот эти мне понравились так в лирах это стоило 400 с чем то ну то есть в районе 1200 1300 рублей и кофе тоже по такой же цене я взяла классический турецкий кофе там их тоже было много разных сортов и также понравилось то что нам дали во-первых продегустировать и пахлаву и рахат лукум мы там напробовались мне потом было так плохо от этого сладкого и еще нам рассказали про кофе про разные сорта что чего как чем отличается так что рекомендую туда зайти еще купила вот такие вот шоколадочки они продаются практически во всех магазинах города просто у меня был пункт их попробовать не очень вкусно так что не рекомендую так здесь у меня вот такие вот кружки я большой оценитель керамики и конечно же мне хотелось купить все керамическое что на что падал мой глаз но я остановилась вот на этих малюсиках потому что они хотя бы воткнулись в мой рюкзак просто такие маленькие керамические чашечки мы из них пьем поэр и также заходили еще в один магазинчик в районе мода там было очень много керамических изделий товаров сделанных вручную и целом много товаров для дома там купили вот такие вот благовония посмотрите какие они плотные толстенькие у меня с ароматом корицы вера кажется брала с ароматом лаванды очень натуральный запах и ненавязчивый мы уже зажигали одну палочку она понравилась хотя аромат корицы он такой более рождественские но я взяла за счет того что он необычный аромата корицы меня еще не было благовония также взяли вот такие вот кусочки мыло это мыло с добавлением козьего молока но она достаточно обычная но запах очень интенсивный и приятный достаточно у меня пропахла им вся одежда потому что мыло лежало в рюкзаке с вещами конечно шопинг в стамбуле есть и на самом деле мне не было такой цели вообще что-то там покупать я просто думала что вот на что упадет мой глаз то я куплю принципе она так и получилось вот но купить хотелось многое начиная от посуды заканчивая одеждой и знаете там же есть магазины которые ушли из россии типа зары и прочих каких-то брендов там nike и честно говоря когда мы были в том райончике где были все эти магазины не вызвало даже желание туда зайти мы даже не заходили в зару а вот такие вот разные локальные магазины какие-то винтажки конечно там очень необычные интересные вещи также в районе очень много стильных действительно стильных людей вот и я просто не могла отрывать глаз какие у меня в целом впечатления от поездки конечно же самые положительные яркие я ехала не с целью отдыха потому что вы каждый день вставали рано ходили там по 12-15 километров у нас все было очень активно и мне хотелось именно сменить картинку получить какие-то новые впечатления потому что мы живем в сочи да это конечно же безусловно райский уголок на планете здесь тоже много красоты и горы природа море но когда ты живешь долго в одном месте неважно каким бы красивым она не было все равно это рано или поздно переедается а мы здесь живем уже пятый год и ты уже все равно не испытываешь столько кайфа и вдохновения сколько испытывал когда только приехал по эта поездка меня перезарядила я вернулась очень вдохновленная на работу полный сил полной энергии новых идей вот и собственно за это я люблю приключения и какие-то поездки путешествия стамбул он вот просто вот такое и недели конечно мало для того чтобы все изучить проникнуться полностью атмосфера города поэтому я еще не раз буду туда возвращаться обязательно и конечно на более длительный срок я оставлю те места которые нам больше всего понравились еда который нам больше всего понравилось также если вы тоже планируете путешествие в стамбул или уже были там возможно поделитесь какими-то тоже местами я буду очень признательна очень благодарна потому что как уже сказала не раз планирую туда возвращаться но и про нашу не состоявшийся тусовка я тоже хочу рассказать вдруг просто кто-то тоже захочет вот так вот купить билеты неофициальных источниках получилось получается мы приехали мы знали что там будет концерт группа адриатик это электронная музыка мы такое любим причем это знаете не такой хаос какой-то там техно типа вот такой супер клубный формат это просто такая вайбовая музыка мы хотели попасть на этот концерт но не купили заранее билеты и когда мы прилетели они уже были распроданы поэтому на самом деле я не расстроилась я и так знала что мы классно проведем время но моя подруга она не могла просто так оставить это этот вопрос поэтому она начала искать во всевозможных чатах тех кто перепродает возможно эти билеты и нашла сутки она потратила на поиски на переговоры договаривалась о встрече мы каким-то поздним вечером обменяли деньги доллары на лиры встретились с молодыми ребятами они перекинули нам прямо при нас эти билеты электронные нам на почту и когда я их увидела у меня внутри возникло это ощущение интуитивное что что-то не так вот что то не так с этими билетами мы приехали по адресу на следующий день то есть собирались на вечеринку там собрались поехали на метро ехали там минут 40 еще потом добирались пришли к кассам не к сама к ко входу и значит на сканирует эти билеты и говорят что они фейковые это был полный провал нам было очень обидно подошли кастом но нас проводили кастом чтобы узнать вдруг остались еще билеты на этом не было нам предложили вариант за 30 тысяч рублей с человека кажется это проходки на сцену то есть мы могли прям со сцены наблюдать этот концерт но она нам как бы не надо было ли мы просто ушли оттуда и вера на тот момент переписывалась и еще с одним турецким джентльменом который ранее предлагал не билет но по более дорогой цене и она отказалась а в тот момент он уже их продал и она ему писала что вот нас не пустили потому что нас фейковые билеты и видимо он нас пожалел и дал нам какие-то вип проходки в другой клуб и мы поехали туда собственно такси зашли в этот клуб пробились к барной стойке поняли что там просто какой-то аншлаг что это абсолютно не наша атмосфера это просто был такой типичный вот клуб с долбежкой и какого как бы кайфа мы там не остались мы оделись просто уехали домой приехали в третьем часу рухнули спать в 9 утра кое-как мы себя подняли расстроенные поехали пить кофе но после кофе чизкейка нам стало легче и мы как-то отпустили эту ситуацию ну в общем вот как то так вдруг просто кто-то тоже захочет пойти на концерт обязательно покупайте в официальных источниках билеты вот не ведитесь ни на какие низкие цены не берите у перекупов только если конечно не уверены в этом на сто процентов надеюсь вам этот влог был полезен интересен буду благодарна за приятную связь и желаю вам классных путешествий